Привет, меня зовут Василий Панасюк, я журналист. Это мой блог о том, как дела у нас дома на Донбассе. Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей при въезде в Россию могут не сдавать ПЦР-тесты на коронавирус и не соблюдать самоизоляцию. Но при одном условии. Они въезжают на территорию Российской Федерации не дольше, чем на три дня и не едут в разные регионы этой страны. Если же вы планируете находиться в России более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция до получения их результатов являются обязательной. Эти же правила распространяются и на жителей отдельных районов Донбасса с российскими паспортами. ПЦР-тесты на COVID-19 необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли у человека прививка от коронавируса или нет. Тем временем есть надежда, что летом отменят штрафы для людей, въезжающих в Украину из неподконтрольных районов Донбасса через территорию России. По словам украинских чиновников, снятие этого запрета приходится согласовывать с несколькими ведомствами, их больше десяти. Напомню, что в Верховной Раде зарегистрированы два соответствующих законопроекта. Если один из них примут, жителям отдельных районов Донецка и Луганской областей физически не станет легче проехать на территорию Большой Украины, но это снимет с них дополнительные финансовые расходы. Так что, я думаю, вскоре после такого решения желающих проехать в Украину через Россию станет куда больше. Но это не значит, что проблема закрытых КПВВ на Донбассе будет решена. Самопрозглашенные власти ЛДНР пока не спешат открывать свои КПВВ. Тем временем украинская сторона рассчитывает, что вскоре в украинских медицинских пунктах на КПВВ жители неподконтрольных территорий смогут бесплатно сделать прививку от коронавируса. По словам украинских чиновников, сегодня в счастье и Новотройском созданы все условия и есть медицинские пункты надлежащего уровня прямо на КПВВ, где будут проводить вакцинирование всех желающих, кто проживает на временно неподконтрольных территориях Украины. Нужно будет только дождаться поставок вакцин на КПВВ. На остальных пунктах пропуска от Донбасса, где нет надлежащих условий, люди смогут привиться в тех медицинских пунктах, которые предоставят им местные органы власти. Но есть одно «но». Если КПВВ Новотройска по-донецкам принимает людей хотя бы два раза в неделю, когда ДНР пропускает их, то счастье пока полностью заблокировано со стороны ЛНР. На заседании трехсторонней контактной группы 19 мая стороны якобы подтвердили взаимные гарантии безопасности для открытия КПВВ счастье и золотое, что в Луганской области. То есть предварительно Россия согласилась повлиять на ЛНР, чтобы та открыла счастье. Но что это значит в реальности, мне лично непонятно. Потому конкретики и нет. Пошаговые действия будут обсуждать на следующих заседаниях подгрупп. Так что не исключено, что все изменится, к сожалению, не в лучшую сторону. Что ж, будем ждать хороших новостей и тренировать терпение, потому что это ну очень уж затянувшаяся история. А я и дальше продолжу следить за тем, что происходит у нас дома на Донбассе. А вы, зрители, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить выходы новых выпусков. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok